Всем привет! На связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами говорить о необязательных, но полезных плагинов для WordPress. В этом видео я хочу вам показать плагин, который позволит вам добавлять социальные элементы к вашим записям или даже задать клейкую позицию слева или справа, вашего сайта. То есть вот здесь вы это видите сейчас. И если я прокручиваю сайт, эти кнопки видны. Они нужны, чтобы человек, например, по желанию мог поделиться вашим сайтом в той социальной сети, где у него есть профиль. Например, ВКонтакте на стене оставить запись. Зачем это нужно? Это своего рода социальное продвижение. То есть если вы этого еще не знаете. Если человек оставил на стене заметку о вас, его друзья могут увидеть, что он оставил у себя, таким образом перейти по ссылке из его социального профиля на ваш сайт. То есть примерно так это работает. Ну и соответственно убедитесь то, что если вы используете крутой шаблон, скорее всего там такие кнопки уже будут и вам плагин не понадобится. Это для тех людей, у кого либо какой-то самописный шаблон, либо какой-то нравится вам шаблон, но у него нету таких кнопок. Они, как правило, нужны всем сайтам, в частности, кто ведет блог. Не смотрите на то, что они сейчас такого вида. Дизайн настраивается у данного плагина. Давайте его рассмотрим. Переходим в админку нашего сайта. Давайте добавим новый плагин. Плагины добавить новый. В поле поиска вбиваете вот такое вот название, как сейчас это сделал я. В описании под этим видео название я написал, если не хотите от руки набивать. Скопируйте в описании под этим видео данное название и вставьте в поле поиска вашего сайта. Вот находим данный плагин здесь, нажимаем установить и активировать. Сразу появляется такая подсказочка, она нам ни о чем не говорится, она на английском языке, мы ее закрываем. Давайте настроим данный плагин. Данный плагин будет находиться в настройке и по-русски, причем здесь он называется, соцзакладки. Кликаем, хотя в большинстве настройок он здесь на английском языке. Прежде чем мы приступим к настройкам, давайте перейдем на фронтальную часть сайта, просто обновим страницу и сразу увидим, что здесь есть. То есть уже подставляются социальные кнопки к записи, то есть это на главной странице. Под каждой записью, вот вы это видите, то есть их отсюда можно убрать, если вы хотите, чтобы они отображались только в развернутой записи. Это все мы сейчас настроим. Вот сразу начинаем. Иконка size, то есть это размер. Я считаю, что это большие, делаю 30, внизу кнопка сохранить. Нажимаем сохранить, смотрим, размер стал чуть поменьше. То есть дизайн, сейчас мы с вами все настроим. Вот он как раз таки идет, background, то есть это заливка и есть еще два варианта в подачем списке. Если мы выбираем вот этот вот средний, сохраняемся, обновляемся, то выбираете дизайн, видите социальных кнопок и они просто белого цвета. Соответственно, если вам это устраивает, то ниже вы выбираете custom. Как только вы это выбрали, здесь появляется выбор цвета. Кликаем и выбираем любой цвет, который нам нравится, например, такой. Или можно этим ползунком выбрать по палитре тот или иной цвет или нажать на кнопку по умолчанию. Как цвет выбрали, также нажимаем сохранить, смотрим. Вот видите, социальные кнопки стали синие. То есть вы уже настраиваете под свой дизайн. Соответственно, это у нас все меняется под каждый пост. Вот вы это видите. Соответственно, если вы хотите заливку дать свою для кнопок, здесь выбираете custom, выбираете цвет. Ну, синие кнопки, да, например, тогда белые возьмем просто для примера. Сохранить. Идем на сайт, обновляемся. Вот видите, белая заливка кнопок, кнопки синие. То есть здесь все детально настраивается. Движемся дальше, уже интересно. Сразу первая кнопка Facebook, только у нее это почему-то здесь я вижу, видите, маленькая стрелочка под самой кнопкой. Кликаем на Facebook и появляется checkbox. Это показать счетчик. То есть сколько раз кликнули на кнопку Facebook. Давайте посмотрим, что это такое. Рядом с Facebook появляется, видите, вот 0. Вот если мы кликаем, здесь нужно залогиниться Facebook и оставить запись у себя в Facebook. Тогда появится здесь единичка. Но это уже выбивается из дизайна, так как здесь таких счетчиков нету, а у Facebook есть. На ваше усмотрение. Я галочку здесь убираю. Потом, какие социальные кнопки вам нужны под ваши записи? Это чисто индивидуально. Нажимаем добавить и всплывает целый список социальных кнопок, вплоть до того, чтобы поставить Viber, Telegram, такие популярные вещи. То есть я всегда оставляю Facebook, Twitter, Google+, обязательно ВКонтакте. Просто кликаем по кнопке, она появляется здесь. Если отсюда нужно убрать какую-то кнопку, возвращаемся вниз, кликаем еще раз по ВКонтакте, и она из этого списка вот здесь вот убирается. То есть возвращаем ВКонтакте, Skype, в принципе, ну не совсем удобно. Это все-таки не социальная сеть, да? То есть я бы еще поставил одноклассники. То есть вот так вот. Давайте посмотрим, все ли у нас получается. Обновимся. Вот, добавили социальные сети. Еще мне очень нравятся такие вот плюсы, где можно навести мышь, и здесь есть дополнительные социальные сети. Такие вещи я не очень люблю, поэтому хорошо, что здесь это можно отключить. Ниже вы это видите, вот этот плюс. Сразу ставим нет, окей, сохранить, и этот плюс исчезает здесь, и у нас вот только наши социальные кнопки, которые мы выбрали. Также вы можете поставить точку текст only, то есть только текст, написать какой-то текст, и тогда вот здесь вместо плюсов, видите, будет слово отправить, или любой другое ваше слово. При наведении тот же самый список, еще, и здесь все социальные сети, да? Также можно поделиться, если вам это, конечно, нравится. Тут много нажатий, люди ленивые, они на эти кнопки не кликают, а туда уж тем более не зайдут, поэтому я всегда это отключаю. И также можно поставить счетчик здесь. Давайте посмотрим. То есть вот здесь ноль подставляется, да? Скорее всего, это общий счетчик по количеству всех нажатий на кнопки. Я не проверял. Также, если вы хотите написать какой-то текст, один и тот же текст, перед каждыми социальными кнопками, да, на каждой записи, то вот здесь вот ниже кликаем вот на эту стрелочку, и здесь можно писать, что хотите. Какой-то текст, который будет наталкивать, совершить целевое действие, грубо говоря, да, то есть нажать на кнопку. Если вам понравилась статья, поделитесь. Ну вот банальный текст, да? Я бы написал, например, если хотите получить подарок, поделитесь этой записью в соцсети. Но опять же, обмануть людей не стоит. Нужно понимать, какой подарок вы сделаете и как вы это сделаете. Ну, то есть какой-то цифровой вариант, который многократно можно раздать, да, что-то такое продумать, потому что особо на эти кнопки никто не кликает. Нужно постоянно, постоянно наталкивать людей, что-то давать взамен, чтобы они что-то сделали. Иначе смысл от этих кнопок нет. Поэтому вот именно вот этого поля нужно с умом использовать, что-то придумать. То есть я просто написал, если вам понравилась статья, поделитесь ей в соцсети, просто чтобы вам показать, где и как это выглядит. Обновляемся. То есть вот здесь вот выше будет подставляться текст у каждой записи. Дальше, настройки расположения. Показать кнопки соцзакладок. Ну, сразу вам над и под, чтобы вы понимали. То есть если статья длинная, то в принципе это нормально будет. То есть это в начале и в конце записи. На ваше усмотрение здесь. Я всегда ставлю над. Показать кнопки соцзакладок над заметками на главной странице. То есть смотрите, если вам не нужны эти закладки, когда мы не в развернутой записи. Например, зашли в какую-то категорию видео, где идут сплошняком записи. Да, вот здесь вам не нужно это. То вы просто снимаете здесь галку. Также и на главной странице. А точнее, на главной, а не на главной. Именно на главной исчезают, но в рубриках, я извиняюсь, тут ошибся, в рубриках они есть. То есть и в предварительной записи и в развернутой тоже. А именно на главной их не будет. Вот запись, если на главной у вас есть. Но если зайдем внутрь, то, конечно же, они будут здесь. Следующая галочка. Показывать на странице архива. Но я архива не использую. На ваше усмотрение. Галку я сниму. Показать кнопку соцзакладок над заметками в ленте RRS. RRS я не использую. То есть тут на ваше усмотрение уже. Следующий вот это из перевода мне не совсем понятно, где это отображать или нет. Дальше показывать кнопки соцзакладок над страницами. То есть я полагаю, что это когда мы создаем в меню именно страницы. То есть давайте посмотрим. У меня здесь контакты есть. Вот эта страница по сути, да? Здесь по сути, эти закладки, кнопки, они тут не нужны. Давайте посмотрим, прав ли я. Снимем галочку. Сохранимся. Обновимся. Да, действительно, я был прав. WordPress и создаете, если вы страницы, если вам на страницах и не нужны кнопки. Видите, исчезли здесь кнопки. Они здесь ну никак не нужны. Отображать на страницах мультимедиа кнопки надо вам или нет. Мне это не надо. Я галку снимаю. Дальше движемся настройки меню. Кликаем по стрелочке. Ребята, я знаю английский не очень хорошо. Вот верхняя строчка, да? Настройки меню. Вот перевод Google. Я абсолютно не понимаю. Показать только уникальное меню общего доступа. То есть абсолютно непонятно вот эта опция. Зачем она здесь нужна? Давайте движемся дальше. Соответственно, это поле для продвинутых уже пользователей, кто владеет пользование Ява, чтобы что-то от себя тут дописать к этому плагину. То есть, соответственно, мы это пропускаем. Следующее, соответственно, это поле для ввода пользовательской ксс-кода и дополнительные настройки. Здесь нам предлагают загрузить пользовательские иконки, если нам нужно. То есть заменить на свои иконки именно вот эти вот социальные элементы. Если это нужно, да? Какие-то авторские, PNG-шные. Вот здесь вот, в принципе, перевод понятен. Если вы вот это переведете, здесь понятно, что нужно сделать. Дальше, использовать опции кешированные для соцзакладок. Ну, я бы не стал ставить вот эту вещь, чтобы не было каких-то конфликтов, да? Сохраняем настройки. Дальше переходим на следующую вкладку вот здесь. Здесь нам предлагают сразу вывести, если нужно, слева или справа клейкую позицию выбрать у шаблона, да? Как я вначале показывал. Изначально стоит нет вот здесь. И left слева, right справа, да? Если кликаем слева, сохраняемся, то помимо социальных кнопок к записям, вы видите, они тут остались, у нас абсолютно такие же кнопки появляются слева, да? Прилепленные, так сказать, к краю нашего браузера. То есть, прокручиваем сайт, они видны. Многие так делают, многим так нравится, на ваше усмотрение. И классная опция, я считаю, для этого это responsive, то есть адаптивность. И вот здесь нам показано, сказано, галочка стоит показывать, то есть вот именно сбоку этой социальной кнопки до того, как экран не станет размером меньше 980 пикселей. То есть, если экран будет меньше, то эти кнопки не должны показываться. То есть, соответственно, на мобильном устройстве они будут не очень хорошо смотреться, закрывать, наверное, чуть ли не пол вашего сайта, да? Это хорошо, что здесь это есть. И вы можете задать здесь свое значение, если вам этого много. Сделать меньше или больше. Я оставлю по умолчанию. Дальше, позиция. Можно сделать отступы. В пикселях здесь стоит 100. Именно топ сверху. То есть, если далеко, вот здесь отверх или мало, например, сделать пониже, то можете здесь поменять. Давайте вот сделаем 200, например. Сохранимся. Должно отступить сверху еще 100 пикселей. Вот видите, еще ниже они стали. Соответственно, вот это ниже. Если зададим 50, то видите, они от левого края отступают. Уже сюда, на наш сайт заходит. Осторожно с этими настройками, да? На маленьких экранах будет не очень хорошо. Лучше оставить 0. Соответственно, размер иконок именно для боковой панели 30. 30 пикселей сделаем, то есть чуть поменьше. И, соответственно, background тоже можно сделать custom. Например, вот желтый сделаю. Давайте посмотрим. Вот видите, то есть не просто заливка кнопок, а именно подложка, чтобы их было лучше видно. То есть здесь у нас сюда эта настройка не работает, а сюда очень круто. Ну, конечно, цвет желтый здесь не подходит. Нужно подобрать сюда цвет, чтобы их было хорошо видно. Например, там красный, я не знаю. То есть вот это достаточно прикольно смотрится. Я даже сейчас сделаю красный, чтобы полюбоваться самому. Обновлюсь. Вот видите, как прикольно. Их сразу видно. То есть вполне можно использовать на любых своих проектах. То есть, смотрите, мы с вами рассмотрели настройки vertical button, то есть вертикальные кнопки. И вот они все ниже настройки. И ниже идут горизонтальное расположение и абсолютно те же самые настройки, что и вот здесь. Поэтому я их рассматривать не буду. Они у нас по умолчанию выключены. Если вы хотите их рассмотреть, то уже без меня здесь поиграйте с настройками. Я думаю, вы уже справитесь. И кнопка сбросить настройки. Вот они, в принципе, все настройки. Надеюсь, для вас урок был полезным, интересным. И вы примените данный плагин в своих сайтах на WordPress. На этом здесь все. И до нового видео, друзья. Итак, как получить премиум тему для WordPress? Премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта. Это бесплатно. И это займет всего несколько минут. Для того, чтобы получить премиум тему, вам необходимо пройти на мой сайт fedorovasilev.ru, адрес, который вы сможете найти в описании под этим видео. Если вы не зарегистрированы на сайт, вы проходите в меню вход регистрация. Вот здесь. Если вы не зарегистрированы, то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка. Еще нет учетной записи. Вопрос. Кликаем по ней. Вам нужно пройти несложную регистрацию. Давайте запишем имя. Пишите, пожалуйста, реальные данные. Я записал имя и логин. Пишем пароль. Подтвердить пароль. Далее. Необходимо выбрать вот здесь ваши интересы. Ну, если вам интересен только WordPress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас, тогда вы ставите напротив слова WordPress галочку. Обратите внимание, что по умолчанию галочка также стоит на Adobe Muse. Если вам эта тема неинтересно, галочку снимаем. Ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email. Убедитесь в том, что у вас есть доступ к вашей почте, чтобы вы смогли получить подарок, так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик. Я прописываю почту. Подтвердите почту. Прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку. Капча. Защитный код. Нужно дождаться вот такой вот галочки. Дальше мы нажимаем регистрация. Почти все готово. После обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение. Учетная запись для вас была создана. На указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации. То есть сначала нам нужно подтвердить, что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты. Проходим на почту. Моментально приходит письмо с ссылкой для активации вашей учетной записи. Заходим в письмо. Видим вот такое вот приветственное письмо. Здесь также указан ваш логин и пароль. Ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами. Но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку. Кликаем на нее один раз. Вас перебрасывают на мою страницу Федор Васильев.ру уже вот с таким сообщением. Сообщение премиум тема ВП значит WordPress в подарок. Успешно отправлено по адресу. То есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком. Проходим обратно в электронную почту. Заходим входящие и видим вот такое вот письмо. Внимание! Если это письмо не пришло сразу, подождите 10 минут. Если письма не придет, проверьте папку спам. Если и там его не будет, только тогда напишите мне на почту. Почта также указана под каждым роликом моим в YouTube или почта указана на сайте на моем Федор Васильев.ру. Пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо. Кликаем по письму премиум тема ВП в подарок и вуаля! Вот ссылка на закачку темы. Кликайте на нее и скачивайте тему себе. Я вас поздравляю! Теперь информация для тех, кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку WordPress и получить премиум тему. Что делать вам? Вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация. Если вы уже зарегистрированы, вводите свой логин и пароль, нажимаете войти. Прокручивайте страницу в самый низ. Здесь внизу находите ссылку управление подписками. Кликайте по ней. Прокрутим чуть ниже. Здесь мы также можем подписаться на любую рассылку, которая нас интересует. В данном случае это WordPress. Вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения. С этих пор вы будете получать информацию дополнительную, возможно о выходе каких-то видеокурсах на тему именно WordPress по данной рассылке. И также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажатия на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой. Опять же подождите 10 минут, если письмо не пришло, проверьте папку спам. Если там нет, тогда пишем на мою почту. Почта также указана вот здесь в подвале. Я в ручном режиме отправлю вам письмо. На этом обучение закончено. До новых встреч, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Хостик. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент, возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг, это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция. Три месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.